Инвестировать в биткоин и в акции оказалось выгоднее, чем работать или просто делать бизнес. Учить, как сделать бизнес, стало лучшей формой и бизнеса, и образования. Если ты поднял 1 миллион долларов инвестиций, то о тебе напишут. Все будут поздравлять. Но с чем? С тем, что какой-то бедолага-инвестор, вероятно, потерял 1 миллион долларов. А вот если ты сделал бизнес и спокойно делаешь этот миллион долларов в год, то об этом никто не напишет. Потому что это не круто. Ты же не стартап, ты же не растешь. Заниматься рекламой оказалось привлекательнее, чем создавать продукты или услуги. Блогеры и актеры зарабатывают больше, чем космонавты. Теперь уже в космос будут отправлять не из числа опытных летчиков, а определяя по количеству подписчиков. Открывать юрлицо в Евросоюзе для субсидий от государства выгоднее, чем вести там деятельность. Крутой продукт плюс средненький маркетинг равняется ужасный продукт. Зато ужасный продукт плюс крутой маркетинг равно крутейший продукт. Продавать дороже проще, чем продавать дешевле. Потому что ты можешь заложить туда процент на комиссии посредникам. Сутью обучения становится игра. Сутью работы стала игра. Но это все какие-то неинтересные игры. Випассана и медитации стали популярнее, чем собраться в пятницу вечером с друзьями. С этим миром явно что-то не так. Субтитры создавал DimaTorzok